Добрый день, меня зовут Мария Степанова, поэт, а теперь, как кажется, и писатель, автор вот этой книги, которая называется «Памяти, памяти». А я Ольга Радецкая, переводчик и, можно сказать, в каком-то смысле автор вот этой книги, Мария Степанова, «Нахтем гетэхнец», перевод вот как раз «Памяти, памяти», которая выходит на днях в Германии. Вот, а в России она вышла уже, когда? Год назад? Год назад, в декабре 17-го, да. И была эта долгая история. Ты её описываешь немного в книге, и ты там говоришь о том, что это на самом деле длинный ряд начал, которые потом... То есть собиралась её писать, не писала. Вот как всё-таки получилось, что ты её, в конце концов, дописала? Впервые я начала её писать. Как ты знаешь, мне было лет, наверное, 8. И не так давно я нашла у себя в архиве эту тетрадку, такую жалкую на 12 страничек школьную тетрадку с обещанием юного пионера на последней странице. Я там вспоминаю и рассказываю, вспоминаю, пересказываю какие-то истории о семье, которые я слышала тогда от мамы. И уже тогда там есть интонация рассказчика, который берётся вот за это трудное дело. Восстановление истории рода. Тогда меня хватило на 4 страницы, но я всегда знала, что когда-нибудь придётся продолжить. И ты ещё раз бралась, а потом ещё раз бралась и бросала. А потом что случилось, чтобы ты ещё раз, всё-таки последний раз, села за эту книгу и дописала до конца? Ты знаешь, это было удивительное истечение разных обстоятельств, без которых я бы, наверное, и не взялась, потому что я слишком хорошо понимала, что у меня недостаточно фактов, документов, материальных свидетельств для того, чтобы сделать эту историю маломальски зримой. И с другой стороны, сам характер истории, это меня всегда останавливало. Он не казался мне предметом общего интереса. То есть чем-то, что может заинтересовать кого-нибудь, кроме меня и каких-нибудь самых близких людей. И потом мне казалось, чем дальше, тем больше, что поскольку так получилось, что в конце этого огромного рода, соединяющего много разных линий, врачей, библиотекарей, офицеров, иммигрантов, фабрикантов, кого только нет, в конце этого рода осталась только я. И по странному совпадению, по стечению обстоятельств, я тот самый человек, у которого есть не только факты истории, но и язык, чтобы их рассказать, чтобы сделать их увиденными. Я всегда знала, что я когда-нибудь о них напишу, и что это будет не просто схема, а, видимо, какая-то книга. Но что сделать, чтобы эти люди оказались интересны кому-нибудь, кроме меня самой, с их невыразительными, довольно обыкновенными историями, как мне тогда казалось. Потом оказалось, что совершенно необыкновенные многие из них. А вот это было непонятно. Но и в какой-то момент я, видимо, дозрела. И это совпало с несколькими разговорами, с несколькими особенными обстоятельствами. Я вдруг поняла, что, кажется, надо писать. И это совпало с тем, что я должна была уезжать с квартиры, где прожила со всей семьей 40 лет. Какой-то библейский совершенно срок, нечеловеческий, невероятный. И мне пришлось заново разобрать все, что было в квартире. Все эти залежи, писем, фотографии, бумаг, какие-то тарелки с трещинами, какие-то ложки-вилки. И я поняла, что книга будет продолжением вот этой разборки. Я села и для начала записала все то, что я помню. Все то, что, как мне кажется, я могу рассказать вот сейчас, не сверяясь ни с какими бумагами, ни с какими образцами, не делая никакого ресерча. И это было то, что легло в основу первых нескольких глав. А потом были путешествия, потом были какие-то архивные разыскания. Ну и несколько лет ушло только на то, чтобы как-то собрать всю ту информацию, которая мне была нужна для того, чтобы начать писать. Сколько? Сколько в целом, ты бы сказала, работала? Год четыре? Четыре года, наверное. Совсем, да. То есть начиная от первых записей и до процесса письма. То есть и включая процесс письма. И, как ты говорила, переезд стал таким важным моментом. И вообще передвижение играет довольно важную роль для возникновения, но и для самой книги. Они там есть, ты рассказываешь какие-то истории, как-то куда-то ездила. Что ты искала? Это странно, на самом деле. Я всегда думала, что... Всегда думала. В процессе письма думала о том, что у меня получается странная комбинация такой дорожной книги, травелога, того, что называется «Бельдонгс роман», вот такого романа становления. Потому что это ведь история человека, который в свои сорок с чем-то лет окончательно вырастает, научившись понимать свою семейную историю. И, конечно, любовного романа о истории любви, истории одержимости. И для того, чтобы следовать за этой любовью, мне действительно пришлось очень много ездить. Я поняла, что я не смогу эту историю написать, если я не побываю во всех местах, где когда-то жили люди, о которых я собираюсь писать. То есть ездить пришлось очень много. Хотя, в общем, тоже с самого начала было понятно, что это поездка, что каждая из этих поездок обреченная, что ничего нельзя найти, ничего нельзя вернуть назад. Что каждый раз, приезжая в какое-то место, ты лишний раз понимаешь, что ничего невозможно восстановить. Что если там были какие-то призраки, то они давно уже эти места покинули. И все равно не можешь прекратить этот поиск. А это странная история с моралью. Я в какой-то момент приехала в приволжский город Саратов посмотреть на то, как когда-то жил в этом странном городе мой прадед. Вот я приехала в Саратов. У меня был адрес, название улицы и дома, где когда-то сто лет назад жил мой прадед. И я туда немедленно прибежала. И дом очень изменился. Его перестроили. Но там была подворотня, и можно было войти во двор. И двор был невероятный. Я сразу же все узнала. Он был весь заросший, какой-то старинный, как в детстве, как сто лет назад растительностью. Он был такой, что можно было поверить, узнать, немедленно восстановить всю жизнь, которая когда-то в этом дворе происходила. Я сразу что-то поняла про прадедушку, про то, как они жили, про то, как они уезжали, почему они уезжали. Это было невероятное чувство родства и общности, и какой-то завершенности, понимания. Мы с этим двором как-то очень хорошо друг друга поняли. А потом прошла неделя, я уже вернулась в Москву, и мой саратовский приятель написал мне, что, ой, Маша, извините, пожалуйста, вы знаете, я перепутал цифры. Это не тот дом, не тот двор, правильный, несколько кварталов вверх по этой же улице. И, видимо, так работает память. То есть она цепляется за... Она готова уцепиться за что угодно и поверить в то, что именно эти стены для неё родные. И таким образом, на самом деле, это была, конечно, эта история разочарования в определённом смысле, но и смешная, конечно. Конечно. То есть тут какое-то такое разрешение неожиданное, и, да, фуанта такая. Но для меня это очень интересный момент перехода с одной плоскости этой книги на другую. Когда я её описываю людям здесь, когда я работала на книге, и я пыталась объяснять, что это за книга такая, она достаточно необыкновенная. Тут не скажешь просто, что это новый роман такого-то автора. Надо что-то объяснять. Я объясняла, пыталась объяснять так, что эта книга развивается на нескольких плоскостях, из которых первое — документ, второе — рассказ, непосредственный рассказ, что было с этой семьёй, третье — это рассказ о невозможности этого рассказа, то есть какими-то ошибками, какими-то ложными путями всё равно она приводит тебя куда-то где-то что-то понимаешь, да? По крайней мере про себя. То есть ты, может быть, не можешь восстановить полностью историю своей семьи, но зато ты можешь восстановить какую-то собственную историю. Когда ты понимаешь, какие элементы её конституируют, когда ты понимаешь, каких элементов недостаёт, и когда ты понимаешь, что ты состоишь из лакун, зияний и вот этих недостающих элементов в такой же степени, как из того, что можно потрогать и пересказать. И это, может быть, мой главный опыт, который образовался в работе над книгой, то до какой степени значимыми оказались именно эти недостающие элементы. Это было ужасно важно. Может быть, ещё и потому, что моя история, так же, как все наши истории, да, это ещё и немножко история XX века. То есть то, с чем мы имеем дело, это какой-то общий для всех набор сюжетов, о которых мы не полностью знаем, да, что они разворачивались именно так. У нас никогда нет полной уверенности в том, что история нашей семьи и в каком-то смысле история нашей страны, особенно в России, да, что она полностью соответствует тем линиям, да, по которым её выстраивали. Это в определённой степени общая даже структура, я бы сказала, для нас, в смысле для наших стран. Другим образом происходит то же самое, может быть, и здесь, Германия. Но мы, я думаю, что мы к этому вернёмся. Я бы хотела четвёртую плоскость ещё вести, потому что ведь эта книга «Память и память» на этой третьей плоскости романа воспитания и понимания, что непосредственного подхода к памяти нет, она там не останавливается, а прибавляется ещё четвёртый этаж, так сказать, который я обычно описывала как диалог. То есть для меня это диалог с другими авторами, другими художниками, с их опытом, с их работой, и ты как бы сопоставляешь то, что происходит в твоей рефлексии и в твоём опыте с их историями. Мне интересно, когда возникла эта идея. То есть ты с самого начала, когда уже вот на этот раз ты села писать книгу, ты знала, что ты будешь включать эти элементы? На самом деле нет. Я думала параллельно в течение какого-то времени над двумя книгами одновременно. Одна была книжка о семье и книжка о памяти. Вторая имела отношение... Я долго думала над фотографией как средой, как медиумом, над тем, как вообще визуальность стала определять нашу повседневность в большей степени, чем текст, и как фотография оказалась важнейшим искусством конца 20-го и 21-го века. И в какой-то момент уже ближе к точке начала книги я вдруг поняла, что оба эти русла на самом деле одно, что я думаю об одном и том же, просто с двух разных сторон, и что я не смогу написать о семье, не подумав о том, что, собственно, произошло с языком разговора о прошлом в последние 100-120 лет с конца 19-го века. Как получилось, что прошлое стало территорией настоящего и будущего? Как получилось, что разговор о прошлом становится главным, определяющим, принципиальным? И что в этом разговоре значит визуальность? Ну и как-то вдруг оказалось, что этот слой может быть самый необходимый, потому что Сьюзен Зонтек где-то говорит о том, что фотография это не искусство, не медиум, это среда, в которую ты погружаешь действительность и она проявляется, преображается каким-то особенным, неожиданным образом. Вот мне кажется, что память это такая среда, которая всасывает впитывает в себя какие-то элементы действительности сегодняшнего дня и перерабатывает их удивительным, непредсказуемым образом, что мы понимаем свой сегодняшний день сейчас, только погрузив его в этот раствор прошлого памяти, и происходит вот эта стендалевская кристаллизация. Наше настоящее становится понятным и значимым, только будучи размещенным в контексте прошлого, всего того, что к этому настоящему привело. И книжка, конечно, об этом тоже. И таким образом получилось, что ты стала включать в этот текст, в эту свою историю, и историю семьи, и свою собственную, другие голоса. Там зон, как ты уже сказала, там возникают, там разговаривают вместе с тобой в каком-то смысле разговаривают такие люди, как Шарлотта Заломан, как Джозеф Корнел, как Виги Зейбальд, но и русские авторы, как Мандельштам и другие, да, они находятся где, даже в середине книги, можно так сказать, и ты выстроила это как некоторый триптих, что замечательно, и таким образом происходит такой переход, что для меня очень интересно, от личного к надлечному, в определенном смысле, для меня это большая удача. Что касается России и того, как это все работает сейчас, мне кажется, что в России сейчас вдруг наступило время человеческих историй, что есть какая-то страстная, неистребимая тяга к человеческому масштабу, к отказу от всего всепожирающего, всепоглощающего, от проектов размером с шестой часть суши, от построения гигантских электростанций и эпических романов. И мне кажется, то, что моя книжка читается, это во многом результат этого странного поворота к человечности. С одной стороны, она нашла какое-то, можно сказать, она вошла в какое-то пространство разговора, где уже есть другие голоса, которые так или иначе ставят, может быть, похожие вопросы о личных историях. О дикерализации истории. О том, что истории не сводятся к обложке, к нескольким козырным главным фигурам. О том, что люди, с которыми даже не произошло ничего уклаживающегося в логику сюжета, что они тоже заслуживают внимания, рассмотрения любви. Ты говоришь, что это можно объяснить отчасти новым интересом вообще к теме памяти. Были ли какие-то реакции против? Да, конечно, конечно, были. истории, и там было несколько, мне кажется, типовых. Одно из них это нежелание смешивать, ну, нежелание согласиться с тем, что я предлагаю, как главный конструктивный принцип, вот это вписывание маленькой человеческой истории, в какую-то более широкую сетку понятия ассоциаций каких-то теоретических и исторических линий, которые тоже связаны с сюжетами памяти, с сюжетами вокруг эпохи, с которой я имею дело. Ну, и есть, конечно, некоторое нежелание согласиться с тем, что об этих людях стоило рассказывать, потому что здесь действительно нету никакого катастрофического, никакого даже почти драматического сюжета. Большая часть людей моей семьи прожили очень тихо, на полях большой истории, и умерли то, что называется своей смертью, это удивительно русское выражение, как будто бывает своя смерть и чужая, и насильственная смерть, это чья-то чужая смерть, это то, что не должно было с тобой произойти. Они умерли, как и жили, тихо где-то на обочине больших грандиозных нарративов. И желание о них рассказать, конечно, вызывает некоторое раздражение у кого-то, просто потому, что а почему об этих людях надо говорить? Или если ты о них говоришь, то напиши о них нормальный роман, опиши их чувства, мысли, то, как они стоят у окна, то, какое душевное движение в них пробуждается при взгляде на как. Ты в своей книге не говоришь о памяти как, собственно, политическом элементе. В реакции на нее ты видишь что-то политическое? Да, конечно. Я, на самом деле, немножко там говорю об этом, там, где речь идет о том, как формируется утопия, антиутопия сегодняшнего дня, о том, что, ну, я считаю, вслед за некоторым количеством разных думателей, я считаю, что память и история становятся новые, чем-то вроде новой религии, которую каждый присягает по-своему, и у каждого есть сильное желание эту память апроприировать, присвоить и переписать. Под, и в отличие от истории, с памятью это можно делать, потому что эта штука глубоко персональная. По мере того, как память становится все более ценной, все более важной, разумеется, к ней начинают апеллировать не только жертвы и потомки жертв, но и палачи, и потомки палачей, которые тоже хотят настоять на своем месте, на этой огромной территории, переписать немножко историю, объяснить как важен их вклад, как важна их точка зрения, а не говоря уже о том, что постепенно история, по мере того, как она становится все дальше, она оказывается территорией литературы. И, например, Америка, о которой говорит Трамп в своей избирательной кампании, Великая Америка, к которой надо вернуться, это, безусловно, территория фикшн, это Америка, которая никогда не существовала, это Америка золотого века, земного рая, какого-нибудь сериала про 50-е годы. И из таких противоречащих друг другу сконструированных, лакированных версий истории очень сильно состоит наше представление о прошлом. И я думаю, На самом деле, когда ты говоришь об апроприации памяти в определенном смысле, ты делаешь то же самое в своей книге, и ты об этом говоришь открыто. То есть, ты как-то присваиваешь какой-то истории, потом себя останавливаешь и говоришь, вот, я заметила, что на самом деле я делаю вот это. И мне кажется, что именно этот момент понимания себя он и есть самый политический, наверное, потому что это опасно для тех людей, которые хотят просто апроприировать, да? Да, просто взять и верить, что так и было, конечно. Мне кажется, что не апроприировать невозможно. Мне кажется, что любой персональный подход к сюжету, к факту, к человеку, он так или иначе увлажнен вот этим, как сказать, молочком персонального отношения, да, частной страсти. Иначе мы не стали бы этим заниматься. Но здесь необходимо все время раз за разом ловить себя на слове. Еще и еще раз обнажать конструкцию и делать это по крайней мере осознанно. Понимать, что ты делаешь в каждый конкретный момент. Да. И что для меня очень замечательно, что тебе удается обнажать прием, так сказать, обнажать именно то, как мы сами себя обманываем, да, и тем не менее сохранить или даже, может быть, через это передать красоту этого момента, да, и у тебя есть такие замечательные места, у меня есть много любимых мест в этой книге, обсуждая это когда-то с нашим замечательным редактором Катерина Рабе, она сказала, что это ей напоминает Gedankenbilder, то есть Вальтера Бенниамина, да, где в определенной сцене в одной ситуации вдруг кристаллизовывается не просто переживание, а мысль. то есть пространственно как вы там стоите в этой сцене там с мамой на берегу Невы напротив крепости, в которой когда-то сидела прабабушка, а может быть и не сидела, и этот поклон это такой замечательный, ну, такое, как квинетка, и таких много в книге, и это совершенно для меня магическая виша.